Здравствуйте! Вы смотрите новости Пьера Карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. Обычное печенье с виду оказалось не таким простым. На строительство нового стадиона на 50 тысяч мест и скоростного поезда «Беркут» у государства пока нет средств. Карагандинец, певец и музыкант Алибек Саликов на канале РЕН-ТВ приготовил Бишпармак. Сотрудники одного карагандинского вуза исправили арифметическую ошибку, допущенную при расчете тарифа на проезд. Завесив все факторы, они пришли к выводу, что повышение цены на проезд в общественном транспорте является обоснованным. О каких факторах еще идет речь, расскажет Марк Бишко. Дасхан Байжанов, студент одного из вузов Караганды, часто пользуется общественным транспортом. Шумиху о круг повышения тарифа на проезд карагандинец не понимает. По мнению молодого человека, это только способствует повышению качества обслуживания в автопарках. Ну как сказать, улучшится езда может водителей, то есть быстрее я доеду до какой-то точки, куда хочу. Те же автобусы сейчас улучшились, ну новые автобусы вышли. Может это к плюсу пойдет, новых больших автобусов, маршруток. Пенсионерка Аниса Гельмеддинова всю жизнь прожила в Караганде. Повышение тарифа на проезд женщина восприняла неоднозначно. 80 тенге сумма не маленькая, однако главное, что льготы для пенсионеров сделали. Вот, например, 80 тенге, это самый пенсионер, который 30 тысяч, 35 получает, и первая, вторая, третья группа, например, пенсионера, тоже, чтобы по 50 им оставили. Это мое мнение, конечно, да? Литературой учебной, методической, научной они пользовались, сказать, скажем, 60 практически невозможно. Так Марза Интыков, директор транспорта Дорожного института КарГТУ, рассказывает, в расчете одного из коэффициентов при вычислении стоимости проезда на автотранспорте закрылась арифметическая ошибка, но ее уже нашли и устранили. Допущена ошибка. Так, например, коэффициент использования вместимости определяется по формуле, приведенной в бычку. Вот, бычков, анализ производства, хозяйственные деятельности автотранспортных предприятий. Есть формула соответствующая, которая, коэффициент, значит, использования пассажирной вместимости определяется как соотношение суточного пассажирного оборота, деленного на максимальный пассажирный оборота. При расчете тарифа на проезд учитывается несколько факторов. Среди них коэффициенты вместимости автобуса, средней дальности поездки одного пассажира и коэффициент сменности транспорта. По словам Такмир Заинтыкова, на сегодняшний день повышение стоимости проезда обосновано. Только в одном третьем автопарке количество автобусов, которые эксплуатируются более 12 лет, составляет 60%. Из-за низкой заработной платы уходят водители. Отсюда и нерегулярность маршрутов. Потому что водителей не хватает. В одном только третьем автобусном парке 70 новых автобусов, закупленных в Китае, на сегодняшний день стоят. Почему? Потому что, скажем, заработная плата водителей в 70-80 тысяч, она не устраивает. Потому что работа водителя, она и опасна, и сложна, и трудна. Марк Брюшко, габидан Курусбеков, Бахтей Распанов, 1-й Карагандинский. Жительница Караганды Наталья Абрамова была досадно удивлена бесплатному угощению, которое ей предоставили в одном из популярных кафе в городе. Обычное печенье с виду оказалось не таким простым. Администратор сайта газеты «Новый Вестник» Наталья Абрамова серьезно обиделась на кафе «Абажур» в нашем городе. Вместе со своей подругой она пошла в это заведение, чтобы попить кофе и просто пообщаться. Две карагандинки раньше частенько посещали популярное место досуга. Но когда увидела среди продуктов на столе печенье с паутиной, то сразу стала искать производителя сети для мух. Такие маленькие медвежата, они были в паутине. Ну, по мере своей работы я сфоткала и выложила на сайт. И параллельно написала им в группу ВКонтакте, что вы нам такое гадкое предлагаете. Девушки сказали об этом запаутиненном продукте официанту, который сразу поменял печенье. Однако через несколько минут им принесли то же самое. Конечно, подруги обиделись и решили больше не посещать кафе «Абажур». То есть это говорит об отношении клиента. Это просто обидно. И после того, как я написала им комментарии в их официальной группе ВКонтакте, они извинились, то есть они признают, что да, это мы, вы там, sorry, sorry. Но дальше она, ну, как бы, я не знаю, кто это. Девушка, имея ли она отношение вообще к абажуру, не могу сказать. Она пишет, что вы платите не за печенье, а за время, которое у нас проводят. То есть, получается, меня могут кормить чем угодно. Как нам стало известно, в этот день в кафе «Абажур» поставщик привез некачественный продукт. Администратор заведения вовремя не посмотрел, в каком состоянии находилось печенье в коробке. По словам совладельца кафе «Абажур» Диляры Маликовой, такой случай у них произошел впервые. Что поставщики предоставили некачественный товар, а мы, в свою очередь, не просмотрели его. Это у нас первый случай, я надеюсь, что последние свои извинения мы принесли нашему клиенту. За печенье или кофе, а только за время. Поэтому можете принести с собой печенье. Мы делаем все возможное, чтобы такое не повторилось. Немаю, меня не проходит какая-то гадость, то есть я разговариваю, и я думаю, что с нами в этом же кафе была еще молодая пара, парень-девушка, у них тоже на столе стояла вазочка с этим печеньем. И если они не такие глазастые, как вы, то они съели мишку в паутине. Как с этим жить? Вообще, как человеку жить, знаешь, что ты съел мишку в паутине? Николай Кровец, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. На канале короткая реклама, не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Телефон 306-366. Орион. Мы приносим радость в дом. После последнего падения протона казахстанская сторона хотела отказаться от запусков подобных ракетоносителей с космодрома Байконур. Но полеты продолжаются. Специалист Караганинского государственного университета Рымхан Касенов провел собственное исследование последствий гептиловой атаки земель Караганинской области. Ракетоноситель «Протон» используется в космической промышленности с 1965 года. Все российские ракеты запускаются с территории Байконура. Протяженность станции Байконур значительная. Она проходит через территории Караганинской области, Южно-Казахстанской области, Алтайского края. Основные продукты горения падают на земли Караганинской и Восточно-Казахстанской областей, которые влияют на здоровье жителей и окружающую среду. На землю вместе со ступенями ракетоносителя «Протон» падает не сгоревшая часть. Значит, это где-то 75% из гептила сгорает, остальное 25% вместе со ступенями падает на землю. И оказывает очень вредное влияние на окружающую среду и на здоровье людей, которые питаются водой, дышат этим воздухом. Очень много вредных веществ откладывается не только в атмосфере, но и в почве, воде и воздухе. От постоянных запусков ракет российским соседам страдают казахстанцы. Они часто болеют онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Казахстанские экологи обеспокоены здоровьем населения и предлагают свои методы решения данной проблемы. Российских ведомств, которые эксплуатируют эту ракету, у них нет средств для того, чтобы предотвратить это падение. Например, в американских ракетах завожены заряды взрывчатки. Если ракета вдруг летит на населенный полк, они нажимают кнопку, ракета разрушается в воздухе, вниз падают куски. Они тоже опасны, но это не сравнить с тем, что может быть, если ракета упадет целиком. Будет вот как последним летом чудовищный взрыв с ужасными последствиями. Вот, к сожалению, россияне не хотят пока сделать такую систему без опасений. С территории Байконура совершили более 200 запусков космических кораблей. До сих пор при производстве ракеты использовалась в качестве топлива химическое вещество гептил. При распаде оно очень нестабильное, выделяет в атмосферу много радиоактивных продуктов. Кроме того, нет ни одного государственного соглашения или результата исследовательской комиссии на разрешение вылетов. Экологи Казахстана просят задуматься сотрудникам Роскосмоса хотя бы о своевременной утилизации космических отходов. Анастасия Семенова, Ужас Габаса, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. На строительство нового стадиона на 50 тысяч мест из скоростного поезда «Беркут» у государства пока нет средств. Архитектор из Караганды Семен Болотник все же надеется, что его уникальные проекты воплотятся в жизнь. Подробности в репортаже Николая Кравца. Этот один из уникальных проектов молодого архитектора из Караганды Семена Болотника. Несколько лет назад он придумал экологический и чистый вид транспорта – скоростной поезд «Беркут». Работать он сможет от солнечных батарей и ветрогенераторов. А добраться из Астаны до Алматы можно будет всего за 157 минут. Трудно в это поверить, не правда ли, но средств на реализацию проекта у государства пока еще нет. К этому вопросу автор хочет вернуться в 2017 году. «Беркут» – очень затяжной проект. Я и не рассчитывал изначально, что раз, два, год, другой и все вперед начнем строить. Это очень долгий проект, который, может быть, лет через пять, лет через десять наберет актуальность и уже вполне всерьез будет рассматриваться дальше. До 2017 года нам хватает чем заняться, хватает мест, куда распределять бюджетные средства. После этого есть в планах Алмата 22, кажется, или 20. Если будет там Олимпиада, то, соответственно, туда потекут все финансы. Если нет, опять, может быть, возродится вопрос «Беркут». Другой роскошный проект, который принадлежит Семену Болотнику – это стадион на 50 тысяч человек. Его архитектор планирует построить на Голубых прудах. Тем более, когда последнее время о футбольной команде «Шахтер из Караганды» узнали многие. Такой стадион нужен нашему городу, считает проектировщик. Это немножко несправедливо, наверное, что карагандинцам приходится ездить в Астану и на свою команду смотреть на своем городе. То есть я был на матче с Селтиком, и атмосфера была просто потрясающая. Думаю, карагандинцы заслужили такого праздника. И на стадионе было полным-полно народу, не было свободных мест. 30 тысяч – все были забиты. Я думаю, у нас в Караганде на матчах такого уровня стадион был бы полный. Не было бы вопросов о непосещаемости. Ну и считаю тоже, если «Шахтеры» дальше будет показывать успехи определенные в течение двух, трех, четырех лет далее, и будет стабильно проходить Еврокубки, тогда у нас тоже актуальность будет постепенно расти, 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 пока в конце концов вопрос не станет уже ребром, как говорится. И тогда вопрос о финансировании стадиона тоже появится в более такой насущной форме. Пока в Казахстане еще не решились строить скоростной поезд «Беркут» и новый современный стадион на 50 тысяч человек. На это у государства пока нет средств. Между тем, архитектору из Караганды уже предлагают участвовать в российских проектах. Где-то несколько месяцев назад у меня был звонок из Красноярска. Мне предложили поучаствовать в реконструкции их местного стадиона. То есть пока переговоры. Они просто заметили вот такую работу и спросили, сможете поучаствовать? Я с удовольствием. Почему бы и нет? У них пока там переговоры затягиваются. Но если будет такая возможность, я с удовольствием поучаствую в работе на стадион в Красноярске. То же самое и другое. Если я показал, что я могу это делать, то я уже с удовольствием буду соглашаться на предложение других городов. Время, конечно, расставит все по своим местам. Но уж больно долго ждать приходится. А так хочется воплотить в реальность свои мечты. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Запрет на рыбалку. Не успел лед покрыть Самаркандское водохранилище, как десятки тимиртаусов вышли на рыбалку, тем самым подвергая себе опасности. Лишь на днях выход на лед был официально разрешен. Тему продолжит Мирамгуль Салкимбаева. По словам спасателей, едва наступила зима, рыбаки уже вышли на еще хрупкий лед. Чтобы не допустить несчастных случаев, сотрудники водоспасательной станции проводят профилактические беседы с населением. В ходе профилактики спасатели рассказывают рыбакам о мерах, предосторожности и правилах поведения на льду. Говорят, самое главное – не выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения и рыбачить только в разрешенных местах. По словам сотрудников станции, категорически запрещается рыбачить в двух районах водохранилища. О том, что рыбалка в этих местах опасна, не раз подтверждали несчастные случаи. В прошлом году возле насосной станции под лед провалился мужчина. К счастью, его удалось спасти. Заядлые рыбаки об опасности знают и стараются избегать удить рыбу в этих местах. На сегодняшний день толщина льда составляет 15-20 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать вес взрослого человека. Потому выход на лед разрешен. Тем не менее, спасатели рекомендуют еще немного подождать, пока лед окончательно не окрепнет и перестанет трескаться под ногами. Карагандинец, певец и музыкант Алибек Салихов на канале РЕН-ТВ приготовил бешпармак. С 1 по 6 декабря певец был участником популярной российской передачи «Званный ужин». Помимо традиционного казахского блюда, Алибек Салихов приготовил и шахтерский салат. Чем еще он поразил московскую публику, узнавала Амина Смакова. Певец и музыкант Алибек Салихов принял на себя роль гостеприимного хозяина Москвы в передаче «Званный ужин» в начале ноября этого года. В эфире земляки смогли увидеть Алибека с 1 по 6 декабря. Поучаствовать в «Званом ужине» ему предложил друг. В Москве у меня есть друзья. Один из них это Дмитрий Романов, с которым я дружу. Очень творческий, хороший человек. И работает еще под псевдонимом Тимофей Романов, диджея одного из русских радиостанций. И он сам участвовал в «Званом ужине» и просто предложил, сказал, слушай, а может быть тебе тоже поучаствовать? Я говорю, да без проблем. Сказано, сделан на певец, без проблем прошел кастинг и стал участником передачи. Одно из самых главных правил известной кулинарной программы – это блюдо от участника. Карагандинец решил угостить москвичей нашими традиционными блюдами. Решили бешпармак, что я буду готовить лепешки и салат шахтерский. Насчет лепешек были сомнения. Хотели, чтобы баурсаки готовил, но я баурсаки никогда в жизни не готовил. Думаю, даже если я буду очень долго готовиться, репетировать, технология приготовления баурсаков, особенно в кадре, это очень сложно на самом деле. Процесс готовки особо не затруднил Алибека, тем более, что ему помогал ведущий, который уже как заправский повар готовит настоящие шедевры. К слову, национальная еда, приготовленная музыкантом, участникам пришлась по вкусу. Вот, как Гриша правильно сказал, сочно, все дополняют друг друга, и мясо не жесткое и не сухое. Больше всех из участников Алибека Саликова впечатлила девушка по имени Полина. Это был настоящий изюм программы. Девушка, как могла, старалась выделиться из общей толпы, пусть и не самым хорошим поведением. Не понимаю, почему Алибек решил сделать пресные лепешки. Их, в принципе, каждый может сделать. Хотя бы, не знаю, фрукты нам, что ли, нарезал какие-нибудь. Наш музыкант, как старший наставник, старался ее вразумить. Однако у режиссера «Званного ужина» свое видение, рассказывает Алибек. Ну, она уже участвовала в «Доме-2», она уже в «Давай поженимся» была. И она вот эту вот линию гнет свою, вот эта вот линия плохого поведения, условно говоря. И на съемочной площадке режиссер так и говорил, не слушай никого, Алина, гни свою линию, веди себя так-то, так-то, так-то. То есть все это снималось, еще раз объясняю, практически как сериал, потому что там и останавливали съемки, там и говорили «Стоп, это не говорите». Как раз-таки эта режиссерская концепция и привлекает Алибека. Музыканта впечатлила кропотливая работа съемочной группы. Сам певец тоже поразил гостей своим исполнением. Участвуя в российских проектах, Алибек Саликов старается рассказать и показать, как можно больше о Казахстане и Караганде. Кстати, последнее, говорит певец, вовсе не обязательно. К Казахстанам россияне знакомы уже давно. К Казахстан и Караганду в Москве очень уважают. И меня это подкупает. Никто, скажем так, глупых вопросов в отношении Казахстана и Караганды там не задает. А наоборот, все понимают, что у нас стабильное и цветущее государство. Словом, званный ужин удался на славу. Это не последнее участие нашего земляка в известных российских проектах. Правда, в каких, пока певец держит в секрете. Возможно, в следующий раз он поразит российскую публику чем-то еще. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. На днях в Тимиртау состоялся зимний чемпионат Республики Казахстан по плаванию. В составе сборной Карагандинской области тимиртауские пловцы заняли второе общекомандное место, уступив лишь спортсменам из Астаны. За ходом соревнований наблюдал и наш корреспондент. Анна Горностаева – одна из участниц соревнований. Тимиртауская спортсменка вот уже семь лет занимается плаванием. Нынешний кандидат в мастер спорта говорит, что на чемпионате рассчитывала занять призовое место и подтвердить свой титул. Однако волнение перед заплывом сказалось на результате. Наверное, все-таки переволновалась, потому что я настроена была на лучшее, сильно волновалась и результат не очень хороший. Не ожидала от себя вообще такого. Тренироваться, работать над своими ошибками, пытаться меньше волноваться и настраивать себя на дальнейшие дистанции на следующие соревнования. И все же Анна заняла третье место на дистанции 200 метров в стиле батерфляй. Всего сборной Карагандинской области удалось завоевать 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Несмотря на довольно высокий результат, сборная области заняла лишь второе место, уступив столичным спортсменам. Сейчас уже второй год проводится селекционная работа, но это только с учащимися Тимиртау. Ну и те спортсмены, которые были набраны еще, как говорится, лет 10 назад, вот они что-то как бы на старой базе мы ищем. Очень маленькая подпитка, конечно, идет в интернат перспективными хорошими спортсменами. Но пытаемся что-то из этой ситуации сейчас выходить. Всего в зимнем чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 12 областей Казахстана. Только Карагандинская область выставила около 100 пловцов. И хоть завоевать чемпионский титул ребятам не удалось, спортсмены не отчаиваются. Говорят, теперь будут готовиться к летнему чемпионату. И, возможно, там команда сможет взять реванш и принести карагандинскому региону заветную победу. Миром Гусел Кимбаева, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Салвок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова